Добрый день. Тема нашего сегодняшнего занятия – законы Ома и Киргофа, а также эквивалентные преобразования электрических цепей, которые осуществляются с помощью этих законов. Законы Ома и Киргофа, очевидно, являются одной из формы закона сохранения энергии и являются фундаментальными законами для всех методов и способов анализа и синтеза электрических цепей. Рассмотрим этот вопрос для участка электрической цепи, который показан в верхней части слайда слева. Если ограничиться рассмотрением только участка АВ, этой электрической цепи, то он состоит из одного резистивного элемента, и такой участок, который не содержит источников электрической энергии, называется пассивным участком или пассивным двухполюсником. В пассивных двухполюсниках ток протекает всегда от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким. Мы можем представить эту разность потенциалов между точками А и В как разность, собственно, потенциалов ΦА и ΦБ. И вот это отношение напряжения или разности потенциалов на концах участка электрической цепи к величине тока, протекающего через участок, оно определяется его резистивным сопротивлением. И для линейных двухполюсников эта величина является константой. Отсюда можно выразить величину тока на участке электрической цепи как отношение напряжения на нем к величине электрического сопротивления. И вот эта формулировка называется законом ОМО. То есть ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на нем или разности потенциалов на концах участка и обратно пропорционален величине сопротивления. Если же участок электрической цепи содержит источник электрической энергии, ну, например, источник ЭДС, тогда можно найти соотношение между напряжением и сопротивлением, воспользовавшись понятием потенциала или разности потенциалов. Ну вот здесь, например, на этом участке между точками А и С разность потенциалов равна...